Вопрос дошкольного образования один из самых острых в социальной политике Российской Федерации. Строительство в Ленинском районе идет активными темпами, и много молодых семей, приобретающих жилье, сталкиваются с вопросами устройства ребенка в образовательные учреждения. 7 ноября в сельском поселении Булатниковское состоялось открытие частного детского сада «Возрождение», где побывала и наша съемочная группа. Подробности далее. Строительство объектов в социальной направленности – один из самых основных вопросов, которые необходимо решать при планировании новых районов. Например, таких, как Бутово-парк. Именно здесь и состоялось открытие нового детского сада «Возрождение». На торжественном мероприятии присутствовали представители администрации Ленинского района, компании-застройщика, родители и, конечно, те, для кого этот сад скоро станет вторым домом. Сегодня и администрация района, и весь строительный комплекс Ленинского района ставит в угловой угла строительство объектов социального назначения и детских дошкольных образовательных учреждений и школ по всей территории Ленинского района. Это, безусловно, для нас очень важно. Слова благодарности, поздравлений и передачи символического ключа от сада, перерезание красной ленты – и вот детский сад готов принять новых воспитанников. Именно дети и вошли в здание садика первыми. Заведующая детским садом провела небольшую экскурсию для гостей. Они осмотрели пищевой и оздоровительные блоки, прошли по группам, увидели спортивные и актовые залы. Наш садик рассчитан на 140 воспитанников, 7 гуру будет. Принимаем детей мы с года до 7 лет. Садик оборудован именно по русским сказкам, советским мультфильмам. У нас вся мебель сделана по индивидуальному заказу. Возрождение русских традиций – выбранное направление в программе развития подрастающего поколения. Согласно ему, дети с самого раннего возраста начинают знакомиться с культурой своей страны. Кроме оформления в русских традициях, в планах руководства сада проводить большую культурную программу. Музыкальные занятия у нас проходят на основе фольклорных праздников. Возрождаем праздники осенины, Рождество Христово, Пасха. Тоже всё в русских традициях. Дети также будут учить историю и культуру кулинарии своей страны, так как меню детского сада будет состоять из традиционных русских блюд. Выбранная программа не является экспериментальной. По ней работают уже несколько садов города Москвы. Кроме того, сам проект строительства дошкольного учреждения знаком Ленинскому району. Два подобных садика уже приняли маленьких воспитанников. Правильный проект по планировке и сама технология очень компактный. То есть современные технологии. Это всегда приятно. Это удобно детям, комфортно родителям. И что самое главное, не просто так качественно, но и безопасно для детей. Здесь все условия созданы. Сам сад будет работать на коммерческой основе. Но администрация Ленинского района будет решать вопрос о предоставлении квот очередникам. Конечно, администрация района и дальше будет пролагать все усилия для того, чтобы на территории всего Ленинского района и во всех поселениях возникали дошкольные, школьные образовательные учреждения. Это непреложная истина. И это задача, которую мы ставим во главу угла. Все остальное потом. Для администрации Ленинского района активное строительство многоэтажных домов ставит развитие социальной инфраструктуры на первое место. Екатерина Чернышева и я, Дамия Елена Кошлева, Видное ТВ.